Привет, друзья! Сегодня у нас вот такой вот мотоблок на обзоре. Это Чемпион. Копия ВМ или ВМ W400 либо W900. Стоит этот мотоблок 23-24 тысячи рублей. Имеет двигатель на 212 кубиков и называется он G210. 210 это, естественно, объем двигателя. Так, мотоблок полная копия ВМ. Таких мотоблоков сейчас на рынке продается много. Есть и карверы, и патриоты, и бресты, и ставмаши. Чего только нет. Мотоблок этот уже поработавший, два сезона он поработал. Как вы видите, тут у нас все в земле, в опилках. В опилках, потому что он стоял зиму. Ну, скоро начинается сезон, он будет работать. Из плюсов данного мотоблока можно сразу сказать, довольно мощный двигатель, 7 лошадиных сил здесь по факту. Воздушный фильтр с масляной ванной, потому что если работать по сухим почвам, с высоким содержанием пыли, то вы разоритесь покупать фильтрующие элементы, так как они стоят порядка 150 рублей. А фильтр на масляной ванне обслуживается просто, и фильтрующий элемент можно менять очень редко. Мы на своей ВМе Доловью 400 за два года ни разу не меняли этот фильтрующий элемент, хотя масло в воздушном фильтре меняли раз 10 часов при сильном загрязнении, то есть когда были суховее, сухие почвы, и раз 50-70 часов весной, когда пыли, то в принципе не попадало. Также из плюсов можно отнести то, что коробка здесь уже имеет три скорости вперед и одна назад. Это довольно большая проблема была у мотоблоков прежнего поколения. Они имели две скорости вперед, и получалось, что первая скорость, она не соответствовала заявленным возможностям, то есть работе с навесным оборудованием, под которое есть здесь довольно таки много предрасположенностей, то есть наличие передней навески, наличие впереди свободного шкива и задняя навеска в принципе тоже агрегатируется разными устройствами, начиная вот такого вот окучника, такого окучника картофеля-копалки. Такие мотоблоки обычно ставятся на вот такие вот металлические колеса и при помощи вот такой переходной навески на него можно ставить, ну вот это в принципе все. Наперед еще можно кинуть косилку роторную, сегментную косилку я видел, вплоть до плужка. Ну мы купили первый такой мотоблок Брест на две скорости вперед, приобрели колеса, плужок и в этот же день поняли то, что смысла нет, потому что скорость вращения у колес высокая, на низкой скорости вращение двигателя мотоблок не тянет, на высокое колеса просто проскальзывают и не входят в зацепление, то есть он шлифует на месте и стоит. Продвигаться на высокой скорости он не может, так как пахать со скоростью бега тоже не вариант. Поэтому сейчас вот сделали на три скорости вперед и этот мотоблок в принципе тянет все вот эти вот устройства, естественно при наличии благоприятных условий, то есть либо спелой почвы, либо рыхлой почвы, то есть все кроме плужка, плужок очень-очень тяжело ему дается, если почва хоть немного не готова к обработке, то есть она может быть засушливой, либо наличие корневого слоя, либо наоборот переулажненная, плужок уже не идет, ему не хватает веса. В принципе народ загружает, там 30-40 килограмм на них даже вешает и мотоблок едет, но все равно это не то. По поводу самого мотоблока. Мотоблоков таких вот много, на которых стоит вот такой вот редуктор, бывает редуктор чугунный, здесь стоит чугунный редуктор, более надежный и более тяжелый и бывает алюминиевый. И вот вы приходите в магазин, спрашиваете, ребята, а чем отличаются эти два мотоблока? Один стоит там 20 тысяч, другой 32. Ребята говорят, да ничем они абсолютно одинаковые, но нифига. Начнем мы с того, что используются разные металлы. Обычно на мотоблоках вот тут вот есть табличка. Вес, мощность и кубический объем двигателя. Вес 76 килограмм. Точно такой же мотоблок у Виема весит 98 килограмм. И весит он благодаря тому, что редуктор у него чуть шире, навеска чуть толще, там чуть, там чуть и в итоге оказывается то, что мотоблок сделан добротнее. У него неубиваемый редуктор, неубиваемая навеска. Это я сейчас говорю про Виему. Этот мотоблок сделан для менее интенсивного использования. Он, конечно, тоже хорош, но он легче. Виема практически 100 килограмм весит. А этот 76. И вот когда вы приходите в магазин, возьмите штангенциркульт, произведите замер редуктора по ширине. Там стоят цепи, поэтому толщина цепи очень такой решающий фактор при выборе мотоблока. Посмотрите на навеску, ее толщину. Здесь, здесь, везде посмотрите. Потому что у нас навеска отрывала постоянно. На Виеме навеска продержалась год интенсивного использования. Но мы-то пашем по 6-8 часов в день. Бывает больше. А вот на бресте оторвалась через месяц. Причем она отрывалась везде. Она отрывалась здесь, она отрывалась здесь, она отрывалась здесь, тут отрывалась. Также саха-заглубитель. Мы поменяли 4 саха-заглубителя. Первый саха-заглубитель продержалась год, потом раз в две недели мы их меняли. И от Нивы, от чего только не ставили. Теперь к минусам. Тут стоят очень маленькие срезы в комплекте. Глубоко обработать почву такими срезами очень тяжело, так как мотоблок ложится на редуктор, упирается и совсем не то. Тут стоят, по-моему, 26 мм. На Виеме около 30 было. Или 32. То есть фрезы выше. Смотрите, какой момент. И по ощущениям фрезы шире на Виеме. Точно не замерял, поэтому врать не будем. Двигатели чемпионовские нарекания не вызывают. Не могу ничего сказать. Про Виема могу сказать, что Виема 1000 часов отрабатывает. Проблем нет. Чемпион, в принципе, тоже нареканий не вызывал. Еще такой момент. Вот навеска, у нее третье отверстие. А третьего отверстия нет. А на других мотоблоках есть. И прикол в том, что снимаются эти два винта. Не винта, а пальца. Ставится сюда один. И у мотоблока ломается рама. То есть во время спашки просто наклоняешь ручку вбок. Тут происходит переломка. И мотоблок разворачивается на месте. Он складывается и едет уже в другую сторону. Тут же, блин, надо, чтобы его развернуть. Вот этот штырь протащить по земле. Причем своими силами. А на переломке мотоблок вместо вас это делает. Он сам меняет свое направление. Вы прикладываете на рычаге просто усилие. Так что есть смысл. Кстати, на Виеме рычаг переключения с другой стороны находится. Тут он какой-то необычный. На винтах. У нас он крепился более просто. Вроде бы не ломался. На Бресте оторвался, кстати, в первый же день. Его посеяли где-то в поле. Вот, кстати, еще такой нюанс. На Виеме мы за два года ни разу не поменяли ремни. А на Бресте, ну, там копия Виема. Полная копия. Ремни. Тут вот стоят у нас два ремня. Начали трескаться в первый же год. Нормальный ремень стоит от 500 до 700 рублей. Там их два стоит. Но они реально работают. Берешь там другие ремни. Такие же по размеру. Ходят, ну, максимум месяц. Эти ремни ходят на не меньше года. То есть, покупаем мотоблок, допустим. Та же Виема сейчас стоит около 25. А Чемпион стоит 23. Экономим пускай 3, 4, 5 тысяч. Но у нас уже в комплекте идет хорошая навеска, которую можно не проваривать, если ты его используешь дома. Даже на огороде там 50 соток. У нас идут ремни, на которых ты уже сэкономил. У тебя будут ремни хорошие, которые не надо будет менять. И естественно, уже идут хорошие фрезы. Про то, что вес у него на 20 килограмм больше. Ну, это и так понятно. Мотоблок будет более хорошо тянуть. Он будет более надежным. Остальное, в принципе, так же. И еще рекомендую такой момент. Покупайте, если мотоблок берите, только на 3 скорости. На 2 скорости он может только культивировать. Да, транспортные цели выполнять, но стронуться на нем с грузом вы вряд ли сможете. Либо будет высокая нагрузка на редуктор, на двигатель. Ну, это будет смешно выглядеть. Так что, на дачный участок, на небольшой объем, чемпионов вполне хватит. Но если вы хотите взять серьезную технику, сразу берите ее с широким редуктором. Сенду какую-нибудь, вьему. То, что неубиваемое. То, что даже внешне выглядит более массивно. Чтоб на нем было написано 98 килограммов. По факту он столько весел. С чугунным редуктором сразу берите. Желательно на таком вот двигателе. В рамках 212, либо 220 кубиков на 7 лошадей. Сам двигатель будет потяжелее, запас мощности. На малых оборотах сможете работать. Еще такой момент. Вот орудия все. Вот, кстати, навеска. Навеска продается отдельно, стоит полторы тысячи рублей. Ее порвало в первую минуту. Вот она полностью переделана. Порвало в первую минуту, потому что металл на плуге, на навеске, и настолько мягкий, что при контакте с нашей отечественной почвой его сразу же выгинает. Плуг выгнуло при первом же проходе. Вот не рассчитан он на почву еще, для того, чтобы работать. Так что желательно брать либо советское, либо самому делать, либо уже искать хороший материал, желательно у хороших продавцов. То есть не так, что вы на рынок пришли, вам впарили, что подешевле. Ну, на этом все. Благодарю вас за внимание. Удачи в работе.